День добрый. Мы будем очень удачно общаться, работать. Тем более, что я здесь не просто так. Я приготовлю для вас очень хорошие новости, очень приятные сюрпризы для наших участников конференции. Они будут знать очень много интересного в этот раз, особенно то, что связано с лечением детей, страдающих аутизмом. Сегодня у нас будет еще одна очень интересная беседа с моей коллегой, врачом, педиатром с большим опытом работы в этом направлении. Доктор Шакарян Карина Георгиевна. Она будет тоже вам рассказывать про свой опыт, те результаты, которые мы получили в течение всех этих лет. И сегодня нам сообщили очень-очень приятную вещь. Вы не представляете для наших детей, какая это сенсативная новость. То, что один из наших детей, который долгое время страдал с аутизмом, после применения вот этих новых форм БАДов на базе Нарине, который мы условно пока называем Нарине концентрат, ребенок в течение 6-7 дней начал понимать вербальные слова. То есть мать уже не показывает пальчиком, что надо делать, куда надо двигаться, идти. Она говорит словами, ребенок начинает делать. Это первое. Это восприятие вербальных слов для таких детей. Это сенсация. Второе. Когда ребенок уже начал чувствовать вкус. Вкус разных продуктов. Вы знаете, что дети с такими заболеваниями, они очень капризные по вкусу. Они очень мало едят или практически не едят мясо, которое им очень-очень нужно. Очень-очень нужно. И сейчас они тянутся к этому продукту. То есть внутренний механизм развития вот этих центров, он начинает уже двигаться. Фактически то, что мы говорим, связано с нашими новыми препаратами. Об этом будет отдельная передача, отдельная встреча. Потому что на базе Нарине фактически мы получили очень интересный продукт, который содержит большое количество генетического материала лактобактерий Нарине. Мы из Нарине по специальным технологиям сняли весь этот материал, который содержит большое количество транспортных белков, большое количество сигнальных молекул. То есть это фактически самые последние слова науки в этом направлении, который может помогать не только детям аутистам, но и очень многие заболевания, которые связаны с нарушением периферийных нервных конечностей и так далее. То есть что все связано с нервами, чтобы возможно было питать центры головного мозга, обеспечивающие горбальный контакт. То есть когда ребенок начинает уже хочет говорить и так далее. То есть мы уже близко подходим к этому, чтобы активизировать вот эти центры. Смотрите, фактически у нас такая ситуация. Мы разделили весь этот процесс на две очень важные моменты. Про первую часть, то есть очищение организма, восстановление микробиоты, кишечного тракта, работа всего этого отменного процесса в организме. Про это сейчас доктор Шакарян будет более подробно вам рассказывать. После этого уже подключается вторая фаза, это применение специальных средств, созданных на базе Нарине. Это не чисто бактериально, а на базе Нарине было все это создано, которое уже может завершить лечение таких детей. Об этом я говорю, это будет отдельная передача, отдельная общение и так далее. Да, еще одна тоже очень такая приятная новость. Пантачиловский вам более подробно может потом рассказать. Все-таки мы считаем правильным при нас иметь такую академию мам, детей, которые болеют аутизмом. Почему? Потому что это такая специфическая социальная болезнь, когда ребенок отдельно не может общаться с врачом. То есть все равно любой контакт проходит через маму. Для этого очень важно знание мамы, поведение мамы. То есть тот родитель, который общается все время с ребенком. Поэтому мы считаем правильным сделать очень хорошее, грамотное обучение таких мам, которые настроены на лечение своих детей. Обучить их не только обычным поведением, гигиене. Очень много, знаете, многим кажется, что они знают хорошо, знают многие и так далее. Но бывает, что иногда очень примитивные вещи они не знают, они не могут это делать. Это не их вина, их просто надо учить. Поэтому мы считаем правильным организовать онлайн общение. Мы хотим это делать через наших врачей-консультантов. Фактически, знаете, мы как производители, как создатели вот этих лекарственных средств, мы как в роли координатора. С одной стороны есть врачи, с другой стороны есть пациенты. Это дети своими мам, родителями. Мы хотим, чтобы их соединили, чтобы у нас, например, на сайте будет специальная страничка или будет отдельный сайт. Это мы решим на днях, как это делать. Те врачи, которые хотят участвовать в этом процессе, то есть стать консультантами, врачами-консультантами нашего центра обучения, они могут через нас уже записываться там, самим пройти определенный курс тренинга, чтобы знать, как это и так далее. Потом мы их подключим отдельных больных детей своими родителями, чтобы они продолжали работать. Фактически понимаете, наше общение это всегда с врачами. Мы общаемся с ними, мы делимся с ними, и это правильно. Остается ваше желание, ваше стремление участвовать в этом проекте. Там будут очень интересные и моральные, и научные, и медицинские, и финансовые и так далее. Все оно правильно будет рассчитано, чтобы наши врачи-специалисты могли эффективно заниматься лечением такой страшной и нежелательной заболевания у детей, как каутизм. Вот я на этом хочу заканчивать свою речь. Желаю нам всем удачи в этом благородном деле. Мы фактически решаем в Порще такую мировую проблему, что потом очень многие европейские страны, если не страны других миров, они будут тянуться в Польшу, чтобы лечить своих детей. Удачи нам всем в этом благородном деле. До видения. Уважаемые организаторы и участники научно-практической конференции, я вас приветствую из далекой Армении. Желаю всех благ вам. Хочу представиться. Я врач-педиатр с 45-летним стажем работы. На протяжении этих всех долгих лет были очень наблюдения, были наблюдения многочисленных детишек, которые страдают аутизмом. И я хочу на ваше обсуждение вывести результаты наших работ и наши доводы по этому поводу. Хорошо. Спасибо, что ты хотела с нами встретиться. Да. Какие методы, скажи, какие методы ты используешь? Нет, я не хотела бы поблагодарить за то, что я принимаю участие в этой конференции онлайн. Хорошо. Спасибо. И вам спасибо. Скажешь, какие методы ты используешь в работе? Я сначала скажу, как навела свои мысли на эту тему. Хорошо. Да. Было двое аутиков 15 лет назад. Тогда еще их было очень мало. Единичные случаи были. Одного привели с проблемой атопического дерматита, а другого с основным бронхитом. Это порознь, это были разные дети. Но мамы отмечали, что это все началось после того, как они получили прививку. Я начала выпрямлять микробиоту организма, потому что вот атопический дерматит и астроидный бронхит – это сугубо проблема микробиоты организма. Когда я вывела из этого состояния, прошел этот дерматит, родители пришли через один месяц и сказали, что наш ребенок после этого лечения резко изменился. Он начал ночами спать, более спокойным стал, начал понимать жестикуляцию, начал откликаться на свое имя. Это меня навело на мысль, и они попросили, чтобы я повторила этот курс лечения, хотя уже кожная система была в порядке. Тут уже мы пошли глубже. Значит, я связалась с наилучшими микробиологами, паразитологами, бактериологами, чтобы прообследовать этого ребенка. Значит, по всем данным у нас были результаты нахождения бактерий, грибков и паразитов. Мы начали поочередно их выводить. И это нам дал результат. Радость родителей нельзя описать. Эти два случая были после прививки, если я не сказала. Значит, после прививки. Дети начали адекватно реагировать, сами себя начали потихонечку, очень медленно, но обслуживать. И на этом фоне мы с коллегами посидели и подумали, что все-таки микробиота, я очень большое место ему уделяю, потому что решение всех и многих вопросов идет через микробиоту. Начали углублять знания. Я пришла на работу в завод производства пробиотиков и еще глубже, еще глубже начали изучать микробиоту. Оказывается, что она самая решительная во многих медицинских проблемах, самая решительная точка. Значит, если с этими детьми хотите, и потом вообще это мы составили схему, точнее порядок выполнения работ. Сначала мы выводили борозитов, потом регулировали микрофлору, а потом уже дополняли всеми недостающими, дефицитными витаминами, минералами и аминокислотами. Вот эта вся работа давала результаты. С каждым шагом, медленно, но очень уверенно, детишки шли вперед. Родители радовались. Это было очень больно смотреть на родителей, на окружение, когда вот они обслуживали вот таких детей. Боль была нескончаемая. Тихо-тихо люди начали оживать, питать надежду на то, что можно будет восстановить. Детишки восстановились, легче восстанавливаются дети, которые вот после прививки, после стресса, они легче приобретают эти навыки. Те, которые от рождения замерзшие, замкнутые, с ними трудно и долго надо работать. Одну секундочку, мы вам переведем этих детишек, я сегодня на WhatsApp перевела их поведение. Вы, пожалуйста, это продемонстрируйте. Хорошо? Хорошо, да. Так, я вот так пришла к тому, чтобы заняться этими несчастными, жалкими существами, которые невинно страдают. Сочувствие имелось всегда и сострадание к этой проблеме, к этим детишкам. И вот так в течение последних 15 лет, 25 лет занимаюсь коррекцией микрофлоры, и вот последние 15 лет почему-то их стало больше и больше таких детишек. Мы пошагово идем вперед. Все, кто обращается, у всех есть результаты. Вот, наверное, из всех детишек четверо или пятеро, которые не могут говорить, мы остановили. Там все показатели внутренних систем в норме. Здоровье отличное. Они стали эутрофиками. Но проблема с языком. Это нежнейший... Вообще нервная система самая нежно-волокнистая ткань в организме. А речевой центр, об этом и говорить нечего. Но самым трудным поддаётся лечению этой проблемы. Но подходим. Есть детишки, которые разговаривают. Вы посмотрите на этой записи. Медленно, но очень хорошо, внятно. У меня четверо отличники учёбы. Остальные ударники. Хорошо воспринимают. У них восприимчивость очень высокая. Настроение хорошее. Стремятся, знаете, уже к коллективу. То они отчуждались, забивались в угол. Для них контакт был очень нежелательный. Но сейчас они сами просят. Радуются сами собой, когда приобретают навыки самообслуживания. В общем, радости дают и себе, и нам. Я вот хотела просто поделиться, что очень многие думают, что это от прививок, это от стресса. Со стрессом я согласна. Но если бы это был бы только прививочный момент, они бы не поддались излечению. потому что мы тут с токсинами ничего не делаем. Здесь, наоборот, эндотоксины. Мы удаляем паразитов, которые тоже дают целый шквал токсических проблем. И нервная система, как самая такая тонкая, самая чувствительная, видимо, больше всего страдает. Хотя у них и стигмы бывали, различные проявления были этого процесса. И вот я хотела бы просто поделиться, чтобы вы не теряли надежды и работали, и боролись с этой проблемой. во-первых, я поэтапно расскажу, как мы подходим. Приходит ребенок, визуально мы оцениваем его состояние, его симптоматику, его желание войти в контакт, как он обращается с мамой. Это визуально. Потом отправляем на анализы крови. Это клинические, проширенные клинические, биохимические. Даже на аллергены мы отправляем, на иммуноглобулини, и у зенофилы, потому что если там и всегда причем положительно подходит, потому что там аллергизирован организм этими паразитами, грибками, бактериями. Значит, общий анализ крови, бакпосев, калнодисбактериоз, на ЭГЭГ, электроэнцефалографию отправляем, у кого нет. Обычно к нам приходят уже с папкой всех исследований. На КТ, чтобы исключить органическое поражение структур головного мозга. Это тоже очень важно, потому что двое моих детишек, они не разговаривают вообще, они все понимают. Оказывается, у них у одного киста в гипофизе, а у другого поражен воролев мост. Тут тоже мы стараемся, работаем. Сейчас уже надеюсь на ваш препарат, но все проблемы решены, кроме языковых. После того, как выясняем состояние структур головного мозга, тут подключается паразитолог, который идет на выявление паразитов. Используем все методы и исследования по КАЛу, и моноферментный анализ, и серологический анализ, и даже биорезонансный метод. Только бы выявить, потому что если есть такое состояние, значит, паразиты обязательно есть. Скажу вам, что нам не удалось их всех сразу убрать. Мы имели детишек с четырьмя, с пятью паразитами. Снимаем их послойно. Основное время, которое мы тратим, это на удаление паразитов из организма, потому что каждому надо подходить. Мы не можем всех сразу убрать, и поэтому для каждого паразита есть определенное время воздействия. Приблизительно это две недели на каждого. снимаем это одного, потом отправляем на анализ под контролем вот этого резонансного диагностики, где ставим второй препарат. В среднем это по три-четыре паразита. Вот сняли детишки, и скажу вам, что скажут, состояние улучшается, на радость улучшается. Они начинают проявлять новые, новые такие, знаете, проявления, как обращение с коллективом, появляется какой-то интерес к мультикам, вот это заметно после того, как идет очищение. Как только нам аппараты и лаборатория показывают, что там уже все почти чисто, вообще чисто не может быть, потому что мы заселены, но те, которые в большом количестве и с большой агрессией в организме бывают, они бывают удалены. Значит, второй этап улучшения микрофлоры. Они вот сидели в кишечнике и поедали микрофлору. От количества и качества микрофлоры зависит общее состояние организма, не только у аутиков, а вообще у всего населения. Тут начинаем работать с микрофлорой. Обязательно ставим баканализ, который выявляет нам бактерии и грибки. Как правило, у всех одна или две бактерии, мы не можем сказать, у каждого индивидуально. снимаем бактерии и грибки, кишечник становится относительно чистым, но микрофлора тут уже пострадавшая. Мы уже начинаем коррегировать, восполнять микрофлору по его этим строчкам. Бифидет бактерии, лактобактерии, колебактерии. Если хотите, у нас будет отдельная тема с объяснением, с разъяснением каждой группы бактерий, это очень интересно. Они создают, знаете, они вырабатывают в кишечнике перекись водорода, спирт, всё, что нужно для того, чтобы кишечник был бы чистым, они это создают сами. И поэтому здоровая микрофлора в количественном и качественном отношении – это залог здоровья. Когда мы построчечно дополняем этот дефицит, ещё становится детишка. основное, конечно, это лактобактерии. Основная группа. Все остальные, когда лактобактерии бывают уже ближе к норме, они, те остальные тоже начинают разрастаться. После того, как микрофлору мы приводим почти к норме, там, может быть, на один или два порядка в дефиците, мы начинаем дополнение. Хотя микрофлора уже сама работает на то, чтобы дополнить дефицит и обеспечить социумисть необходимых продуктов расщепления. Потом мы диагностируем, что именно, во-первых, нужно организму, какие микроэлементы, витамины. Иногда приходится даже паузу давать, если организм безморозен к этим методам диагностики, но всё равно продолжается. Самый длинный срок, который два-три года длится, но я скажу вам, в течение этих двух-трёх лет очень интенсивно идёт вперёд развитие детишек. Параллельно они, конечно, бывают у логопедов, у эрготерапевтов, у психологов, и сами эти специалисты замечают скачок. Они нам лучшие данные дают, родители не очень, но вот эти специалисты нам дают разницу в скачке, и они сами радуются, и дети становятся намного восприимчивее, сообразительнее, они все как-то быстро соображают, вы знаете, у них очень растёт институт самосохранения, самозащиты, они очень умные дети, просто замкнутые. После того, как вот эти все восполненные микроэлементы начинает развиваться речь, очень медленно. Сначала вот как у детишек маленьких послала, потом они связывают, в зависимости от того, насколько они отстали. Вот у нас есть такие нормы развития детишек, вот они настолько отстают, что потом приходится догонять возрастные нормы. Радуются, очень активные к мультикам, ходят на танцы, не разговаривают, но ходят, общаются, ревнуют к своим братьям, сёстрам в семье, требуют к себе ласки, очень сами становятся ласковыми. Вот по мировым данным у этих детишек мало окситоцина, такой гормон есть окситоцин, и он всегда проявляется, появляется, когда их ласкают. Я всем мамашу говорю, пожалуйста, всё время ласкайте, они сердятся на их неадекватное поведение, но я говорю, они не виноваты, их надо ласкать, чтобы просто выработался этот гормон, и чем больше, тем раньше они выпьются. Скажу, что основной частью нашей работы является работа с мамами, в том плане, что их тоже мы вычищаем, потому что бывали случаи повторного заражения детишек паразитами и микробами, и во избежание этого процесса мы всегда параллельно проверяем маму. И уже как узаконено это, что они должны параллельно с детишками лечиться, они тоже остаются довольны, если у кого есть недуги, они так упрямляются. А нам нужно, чтобы они знали, что мы чётко лечим детей, потому что они тоже являются источниками. Я вам скажу, был у нас такой случай, у нас есть специальный санаторий для детишек аутиков, там 156 детей было. У нас есть один профессор, который диагностирует, и он, чтобы мне, мы с ним поспорили на эту тему, я сказала, что эти все проблемы идут от мам, потому что я видела параллель между микрофлорой и паразитами детишек и мам. И вот он прообследовал всех мам, пришел, сказал, что вы знаете, у всех 156 мам есть проблемы в кишечнике. Я в этом не сомневалась, но знаете, ещё раз я стала увереннее в своих суждениях. Я очень рада. Работаем со всеми возрастными группами. Был мальчик 24 лет, он очень быстро вернулся к языку, он вообще не мог говорить, он был замкнутый. Сначала начал очень медленно, очень невнятно, а потом тихо-тихо и раскрутился, вы знаете. Я всегда родителям говорю, что вы своим примером воспитываете своим примером. Вы стараетесь всё делать доброе, всё хорошее, чтобы детишки воспринимали это, что помогает нашему процессу. Что вам ещё сказать? Вот это наши наблюдения и результаты. Я постараюсь собрать весь материал, который у нас был на видео, когда детишек снимали, переслать, чтобы вы сами убедились до и после. Правда, до никто не хочет давать, потому что это так больно смотреть, они не сохраняют, но на этом этапе делают видео и пересылают. Что вам ещё сказать? Микробиология обязательно. Всё, что я вам продиктовала, это схема, это поэтапность, пошаговость, что сразу у нас не получался такой сразу результат. Я уже сейчас надеюсь на ваш препарат, который удивительно дал результаты и я надеюсь, что он ещё дальше будет дадать. Если есть вопросы, пожалуйста. Смотри, думаю, что скажешь, какие вы думаете, что больше всего влияет на эффективность лечения, что влияет на эффективность лечения, скажи нам, что очень можно. Пунктуальность выполнения всех назначений мамы. Это важная информация, что Эдуард сказал, чтобы мамы учить, переказывать информацию. Да, направить их надо. Надо их направлять. Очень многие очень нервные, невыдержанные. С этими детьми нужна особая работа. Особое отношение, обращение с ними требуется. Хорошо. Мамы, окружение, все те, которые обласкивают, все, которые за ними ухаживают, должны быть максимум выдержанными, спокойными, терпеливыми. И обязательно оптимистами. Хорошо. Это очень важно. Какие бывают случаи, когда эффекты меняются местами? Что эффекты меняются? Бывают такие случаи, что ты говорила, что когда паразиты выручаются от мамы, эффект идет... герстикуляции уже не было в речи, правда, невнятно, не бегло. Но он начинал выговоривать слова. Пришли через два месяца и сказали, что он опять в таком же состоянии, стартовом. Мы удивились, потому что наш процесс очищения, он не идет обратно. Может, он остановится, но обратно никак. Я говорю, с кем он общается? Кто готовит обед? Мама. Проверили маму? Вот оттуда пошел наш навык проверять маму. Проверили маму, она была лямблиозной. А лямбли особенно приостанавливает наш процесс. Вылечили маму, его тоже подлечили вторым курсом, все пошло гладко. Он сейчас в России живет, спокойно русскую школу посещает. Есть успехи. Поэтому, знаете, каждый случай для нас урок, каждый случай для нас наука, чтобы потом на дальнейшее мы учитывали. В литературе нет таких предупреждений, чтобы сразу это учесть. А вот по окуту мы уже накапливаем навыки, как с ними быть. Супер. А скажи об этом препарате, который новый, который ты дала и дала для этого Автека. По твоей работе, как он, который из Японии, это препарат, который японцы хотели три года или четыре года мучали, чтобы его достать и его сейчас делали, тогда начала его подавать одному автикаму, а автистам, автистичному ребенкаму. Для ребенка, да. Скажи, какие эффект пошел? Я перешлю вам его это самое движение, его поведение, вы посмотрите, но я вам скажу, что мы с ним работаем с апреля двадцатого года. Со дня на день лучше. Я вам скажу, что это замерзший ребенок, как статуя, без эмоций, без движений, без этого реакции глаза, совершенно безмолвно был ребенок. С апреля двадцатого года он приходит так поэтапно, пошагово мы его вычищаем. Сейчас на этот момент у него никаких соматических проблем нет. Но с речью была проблема, знаете, и он был скованный. Все делал правильно, но скованно, нерешительно, не смело. Мы дали этот препарат всего неделю назад. Она дает, вот первую упаковку дала, и сегодня звонит и говорит, вы знаете, он стал адекватный, его сопровождать не нужно, справляется сам со своими проблемами, одеться, сходить в туалет, появилось желание кушать по своему вкусу. Он ничего не ощущал, вот его нельзя было насильно накормить. А сейчас он сам просит, правда, пока пальцем не указывает, что ему нужно, но все равно он уже знает, что ему нужно. Это тоже проблема для этой болезни. Хорошо, это супер. Ты видишь, что это будет препарат, который будет давать большой эффект. Да, я уже три часа об этом мечтаю, потому что она мне, я позвонила, они еще курс не завершили, я позвонила узнать, как дела, и попросить видео. Хорошо, это супер. И она мне говорит, вы не представляете, какие у нас успехи. Я вам скажу, может быть, это и без очищения бы помогло, это нам надо проверить, потому что, вы знаете, мы практически делаем эти выводы, нигде нельзя вычитать, ни у кого нельзя узнать. Когда приходят невропатологи, детишки, они говорят, это аутик, это не по нашей части, пожалуйста, не обращайтесь. А они уже без надежды приходят, и уже как, они уже согласны на все, только бы хоть на шаг вперед было бы их развитие. Я еще попрошу из Москвы, мальчик полностью говорит, они, я не дозвонилась, дозвонюсь, попрошу, чтобы они нам эту ленту переслали, как он разговаривает. Значит, они были у нас до декабря, потом уехали в Москву на шесть месяцев, и увидели развитие. Все-таки речевое развитие идет долго. И они в июне вернулись, чтобы повторить курс, чтобы еще интенсивнее пошла у него эта разница. Есть случаи, которые мы сами очень радуемся. Я поэтому всем-всем врачам говорю, не складывайте руки, боритесь за каждую минуту, потому что надо им помочь. Они вызывают сожаление, сочувствие, жалко смотреть на них, на их матерей, на близкое окружение, которые просто страдают. Ну, хоть на один шаг. Мы-то так не думали, что у нас такие абсолютные результаты будут. Вы посмотрите, ну, хоть на один шаг, и то хорошо. Дети выходили из дома, терялись, не могли найти адреса. Сейчас все дети, их оставляют специально далеко от дома, и они все доходят до дома. Когда им надо куда пойти, они четко по этой траектории знают, куда они идут. В школе, ну, у них это школа, там эрготерапевт работает, психолог, логопед. В школе очень довольны результатами. Есть большая разница в сравнении с теми детьми, которые не проходят этот курс. Просто вот такие люди-пессимисты, они не верят в это, потому что везде написано, что аутизм неизлечен. А я думаю, что нам надо бороться с каждым случаем. Нет-нет, да обязательно будет результат. А как ты думаешь, это лечение или это организм сам себя лечит? Вы знаете, организм, когда мы уже регулируем микрофлору, там уже организм сам себя лечит. Нам на этом этапе достаточно отрегулировать микрофлору. Там уже организм делает все так, как у всех людей. Всасывание электролитов, витаминов. Очень они чувствительны, очень помогает нам лецитин. Это фосфолипид, который улучшает состояние миелиновой оболочки. И этот лецитин очень помогает, ускоряет. Вот этому мальчику я дала ваш препарат вместе с лецитином. А лецитин еще с витамином группы В очень хорошо содействует. Так что мы это все попробуем. Сначала с лецитином, потом еще подключим группу витаминов В и результат нам сообщим, если вам интересно. Я пришла в эту организацию сотрудничать после того, как у меня уже были определенные навыки. Я уже работала с бактериологами, микробиологами. И когда у нас была встреча, это 2004, не третий год, и доктор Карленович приглашал всех специалистов, которые заинтересованы в проблеме дисбактериоза. Я попала в эту... Совсем случайно пришла, потому что у меня эта тема была первозначная для меня. И здесь мы как-то поняли друг друга на профессиональном уровне, и я была приглашена работать сюда врачом-консультантом. И еще глубже изучила микрофлору. Она в ответе за все, Михаил. Вот стресс, хронический стресс. Все говорят, это получилось от стресса. И никто не может объяснить, как стресс может подействовать на людей. У одних онко развивается, у других сердечно-сосудистая проблема появляется, у третьих аллергия появляется. Правильно, после стресса. Вы же это слышали по жизни. Так вот, мы тут выявили, что стресс, хронический стресс, это циркуляция в организме норадреналина. Природа так создала, что его можно выводить через слезы, калмачу. Ну, потому что вот на этой границе стоят лактобактерии по всем полостным органам. Вообще наши пограничники между организмом и окружающей средой, лактобактерии, они уничтожают вот этот стрессовый гормон, он группы фенолов, а это сильно токсическое, уничтожающее вещество. Не вещество, но такая жидкость гормональная. И когда этот норадреналин проходит через вот эту грань, он начинает уничтожать микрофлору. И уже тут по генетической предрасположенности, если коли исчезает, там идет развитие, я хочу сказать, что не острый стресс, а хронический. Там идет, если коли уничтожено, идут онкопроцессы. Если бифидобактерии, значит, сердечно-сосудистая страдает. Если лактобактерии по генетическому предрасположению уничтожаются, там идут аллергические реакции. Особенно аллергизирует грибок. Он больше всего поглощает минералы. Там идет недостаток кальция. Вот этот мальчик, что с афтопическим дерматитом лечился, у него даже кальций был в крови в меньшем количестве. Как мы сняли ему грибок и бактерии, а кальций всасывается в организм только в виде кальций-лактата. Вот в Большой медицинской энциклопедии написано, что только кальций-лактат соединения пропускает кальций через кишечную систему. И вы представьте, как лактают в большом количестве кальция, результат не дает, потому что там нет лактата. Это молочные кислоты, которые вырабатывают лактобактерии. Поэтому вместе с кальцием надо давать и лактобактерии, чтобы это соединение в кишечнике образовалось и всосалось в их кровь. Вот приходят нам, говорят, знаете, остеопороз не достает кальция. Это не так. Кальция не достает, потому что все те, которые проверены остеопорозом, там грибковое поражение кишечника. Грибок не позволяет кальцию пройти, и чтобы обеспечить этот важный элемент, организм из костей выводит кальций. Механизмы другие. Как-то, знаете, мы чуть-чуть, сказать чуть-чуть, не согласны со всей интерпретацией. Все эти аллергические заболевания можно вылечить, вынести из кишечника грибок, самое главное, он всегда бывает вкупе с бактериями. Он природный антибиотик. Так создано. Все антибиотики мы получаем из грибка, пенициллины. Помните эту историю, как образовался, как они могли добиться антибиотиков? Если нужно будет, мы в других программах, более подготовленные, я вам это преподнесу. Грибок имеет антибактериальное значение. Пока мы не уберем бактерию, грибок не исчезает сам собой. Если это больной сахарным диабетом, потому что сахар всегда является питательной средой для грибка. Если вот просто, грибок всегда появляется, когда есть бактерии в организме и когда много используют антибиотиков. Антибиотик убивает бактерии, и грибок начинает разрастаться. Он тоже очень важный, патрогноманическое значение имеет для развития болезни. С ним тоже. Знаете, раньше мы только на кандиду, на день думали, что только кандида, а сейчас есть лаборатория, которая аспиргиллс выявляет, чувствительность выявляет. Так что это очень такой непочатый край. Я хотела бы, чтобы мы все вместе с врачами объединились бы и перепороли эти недуги, чтобы люди жили долго и здорово. Продолжение следует...